В американской политике не привыкать, чтобы знаменитости и, в частности, актеры добивались успеха. Взять того же Железного Арни, ставшего губернатором Калифорнии, ну и, конечно, Рональда Рейгана, очень успешного президента США, который до этого был актером и радиоведущим. Что ж, видимо, свои силы на данном поприще решил попробовать и еще один, так сказать, посланник Голливуда, Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Этот в прошлом рестлера, в настоящем очень успешный актер, на той неделе просто порвал интернет своим обращением к Трампу. И тут же взлетел на третье место среди кандидатов в президенты Америки, уже на этих выборах, которые состоятся осенью 2020-го. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Что ж, думаю, вы никогда не смотрели на Джонсона с точки зрения возможного будущего политика. Крутой боец с грудой мышц? Да, очень даже неплохой и разноплановый актер? Тоже да. А вот как насчет президента США? Дело в том, что на фоне волны протестов, которые покатились по американским городам недели ранее, Джонсон вышел в твиттер, записав очень эмоциональное обращение к президенту Америки Дональду Трампу, спрашивая, где ты, лидер страны, стоящий сейчас на коленях, где ты, тебя нет, ну и так далее. Скала призвал президента продемонстрировать более сострадательное лидерство в эти смутные времена. Видео в кратчайшие сроки стало вирусным, а миллионы людей были впечатлены красноречием Дуэна Джонсона и его навыками ораторского искусства. По сути все, ну по крайней мере, если почитать соцсети, согласны с тем, что он бы мог стать гораздо лучшим президентом, чем тот, который есть сейчас. И если вы думаете, что это просто шутки, то, видимо, еще не до конца осознали, как быстро все меняется в нашем мире. Ведь несмотря на то, что Скала, разумеется, не баллотируется в президенты и вообще никто никогда не воспринимал его как возможного политика, на данный момент рейтинг Джонсона составил 3,34% и постоянно растет, что, конечно, и немного с одной стороны. Но в то же время этот показатель вывел Скалу на третье место среди потенциальных будущих президентов США после Дональда Трампа и Джо Байдена. Букмекерские конторы даже уже успели отреагировать на такой поворот и сейчас принимают ставки на президентство Скалы с вероятностью 1 к 40 тысячам, что по их подсчетам говорит о 0,2% на то, что Дуэн станет президентом уже через 5 месяцев. Конечно, все мы понимаем, что этого не случится, учитывая, что свою кандидатуру он даже не выдвигал, но сама тенденция и такой невообразимый всплеск популярности всего после одного записанного видео говорят о том, что если Скала в самом деле задумается о политической карьере, то я, например, вообще не удивлюсь, если вдруг звезда Джуманджи и Форсажа победит на следующих выборах президента США. Как вам такое и хотели бы вы видеть актера своим президентом? К жителям Украины, правда, этот вопрос не относится, потому что в Украине все уже и так сбылось, а вот все остальные напишите в комментариях, как вам такая тенденция и как кандидатура лично Дуэйна Джонсона. Мы же в свою очередь будем прощаться, спасибо всем, кто досмотрел до конца, пока-пока!